Радио Радонеж Ваши передачи «Голос православия» в 1981 году вышли в эфир. Да, совершенно правильно. Дорогие слушатели, радиостанции Радонеж, очень рад с Вами познакомиться в течение такой встречи и передачи. Я уже давно слышал, конечно, о станции Радонеж, знаком с Владимиром Никифоровым, уже лет 20, если не больше. Так что, конечно, для меня это все радостное событие. — Вообще, отец Владимир должен Вам сказать и открыть, может быть, секрет некоторым нашим слушателям, которые радио Радонеж слушают только последние годы. Мы Вам обязаны вообще появлением радио Радонеж в эфире русского радио, российского радио. Почему? Потому что общество Радонеж, братство Радонеж уже существовало, были выставки, царский архив, оптина, пустыне и время, вечера, посвященные святейшему патриарху Тихону Сергею Александровичу Нивусу. И неожиданно Евгений вернулся из Парижа и говорит, представляешь, в Париже православное русское радио есть, вещает для русских людей в Париже, а в России нет. И тогда еще советская власть была, это был 1991 год до преображения, то есть до переворота. Нам удалось выйти весной в эфир, тогда было время, когда давали возможность. Боюсь, что буквально через 2-3 года нас бы уже не выпустили, скорее всего. Вот, а мы начали вещать в 1981 году, и тогда нас глушили, так что надо было бороться. Во Франции глушили, неужели... Это не во Франции глушили, это на территории Советского Союза, конечно. Конечно. Вы, можно сказать, отец Владимир, вышли в тот год, когда в русской зарубежной церкви прославили святых царственных мучеников. Этот год был знаменательный для России, для русской православной церкви, для русских людей. Так мучеников прославляли в 2000 году? Я имею в виду в русской зарубежной. А, в русской зарубежной, это, извините, я даже не следил за этим, потому что я принадлежу другой ветви русской православной церкви, которая сейчас находится в лоне Константинобольской церкви. Понятно. Ну, это был действительно год 1981, когда состоялось прославление царственных мучеников после полемики. Там тоже было достаточно людей, которые противились русской зарубежной церкви. А у нас действительно в 2000 году, причем у нас прославление состоялось, торжественно проходило соборного мучеников, исповедников российских, и августейшую семью прославляли в возрожденном храме Христа Спасителя. А когда Вы, Батюшка, первый раз в России побывали? Я попал в Россию первый раз в 1963 году, видите, достаточно давно. Вы еще были молодым человеком? Был молодым человеком, студентом. Вот, и я побывал в Москве и в Петербурге. И я приехал с группой студентов на поезде. Интересно, отец Владимир, мне хотелось бы подробнее, может быть, мы чуть позже расскажем о движении «Русские витязи». Витязи просто движение называлось. Тогда в России оно не могло появиться, потому что у нас были там пионерские комсомольские организации. А Вы воспитаны были в лагерях на встречах «Витязи» русского национального движения для молодежи. А вот какое впечатление тогда на Вас, 20-летнего студента, произвела Россия? Как Вы ее представляли и что Вы увидели в 1963 году? Ну, я был в плане предупрежден о том, что я еду не в самую Россию, а в Советский Союз. Но все-таки мне было очень интересно и приятно увидеть через Советский Союз настоящую Россию. Что все-таки я ощутил, благодаря некоторым друзьям, знакомым, потом я встретил одну нашу родственницу тоже. Так что все-таки было много очень интересных встреч, которые мне позволили уже понять, что все-таки Россия есть. Осталась жива? Да. Это удивительное, наверное, чувство. Я с некоторыми говорю нашими православными русскими людьми, которые родились и выросли в русском зарубежье, в России. Первое впечатление было для них удивительное, когда вокруг все говорят на русском языке. Да, безусловно, да. Самое первое такое впечатление. Ну и потом в церкви, конечно, несмотря на то, что их было тогда довольно мало открытых. В самой Москве было, кажется, 15 открытых храмов. В 44 всего. Да, 44, если считать, кажется, всю область московскую. Но, по-моему, может быть, даже и больше не помню. В самом случае, я во многих бывал тогда на храмах. Я бы бывал даже в Церковь-Северской лавре. Все это было очень интересно. Ну вот, так что у меня было полное такое впечатление. И потом я снова приезжал. Ну, почти каждый год, вот до наших дней, приезжал в Россию в разных условиях. Там со студентами или с учениками, там с туристами, по-разному. Это все это было. Потом я на машине приезжал несколько раз тоже. С моей семьей приезжал, с моими детьми. Каждый раз очень много, конечно, новых впечатлений. Не только в Москве или в Петербург. Были не только в Москве и Петербурге. Ну, я был даже и в Сибири, был и в Иркутске, и в Новосибирске, и даже доехал до Хабаровска. Хотел по замерзшему Байкалу. Всю Великую Россию. Да, и на Кавказе бывал тоже. И единственное место, где я не побывал, это в Средней Азии. Вот там моя жена побывала. В Средней Азии. Ну, там тоже наши епархии, храмы, русские люди. Ну, это все территория Российской империи, хотя на время расколовшееся, отколовшееся. Не знаем, как долго это продлится состояние. Надеемся, что русский мир начинает собираться. И это не только явление, скажем, геополитики, либо просто политики, а явление духовное, собирание русского мира. Отец Владимир, мне хотелось бы попросить Вас рассказать немного хотя бы историю Вашей семьи. Потому что завтра в Новоспасском монастыре мы приглашаем всех, кто желает на лекцию, беседу отца Владимира Ягела. Она, кажется, называется «Путь из Севастополя в Париж». Это выставка геополитцам посвященная, да? Да, совершенно верно. Вот наша семья, то есть со стороны моего отца, имени Ягела, все были военные уже несколько сот лет и уже православные. Потому что, как известно, наши предки стали католиками, но потом некоторые вернулись в православие. И вот мы относимся как раз к таким вот православным. Так что мой прапрадед был совершенно наверняка русским православным, и все служили в армии. И мой дед, конечно, и... А мой отец уже не смог, потому что слишком был мал. Когда уехали как раз из Севастополя, моему отцу было 13 лет. Вот, и у него было еще два брата, старший брат был гимназистом, но все-таки воевал на бронепоезде во время Гражданской войны. И также и средний брат, который был кадетом первого московского корпуса. Вот, да когда уехали потом из Севастополя 2 ноября 1920 года, очутились в Константинополе, как известно. И потом ждали своей участи, куда попадут. Их разместили сначала в разных местах вокруг Мраморного моря, на Галлиполе, и наша семья попала на Чаталджу. И оттуда потом, две-три недели спустя, их отправили в Югославию, тоже пароходом на Владимире, поехали в Сплит. И оттуда потом уже поездом их отправили в Винковцы. И там была своего рода уже такая маленькая колония. И мой дед, Павел Денисович Агела, полковник, артиллерист, был избран председателем этой русской колонии. А мой отец тогда был послан почти сразу в Сараево, в Кадетский корпус, который был открыт гидералом Врангелем. Но благодаря королю Александру, который очень доброжелательно относился к русским, как раз пустела большая казарма, австро-венгерская. Таких было несколько на территории Югославии, а совершенно одинаковых. И там расположился Кадетский корпус уже в конце ноября или в начале декабря 2020 года. Так что мой отец туда попал и закончил свое среднее образование. Это делалось 6 лет. Вот она в отпуск ездила в Винковцы к родным, конечно. Так что мой отец был очень рад этой жизни, потому что, в общем, он называл это чудом русской эмиграции. Там продолжалась русская жизнь абсолютно как в России. Некоторые молодые люди были уже кадетыми в России, в разных других корпусах. Так что все это были очень счастливые годы, несмотря на трудную жизнь. Было холодно, потом был голод тоже. Все это было в условиях, действительно, вот в этом отношении очень беженских. Но, с другой стороны, все сохранили все-таки свою подтянутость. А что это подвиг? Это все было все-таки как-то радостно. И считали, что вот мы остаемся все-таки людьми, кадетами, будущими офицерами. И была надежда на то, что вот скоро вернемся. На возвращение в Россию. Но с каждым годом, конечно, эти мечты не все стушевывались, скажем. В общем, мой отец закончил корпус в 1926 году, и вся семья переехала в Париж. Потому что тогда уже в Париж стал центром тяжести в всей жизни русской эмиграции. Тогда был уже основан РОВС, русский общий воинский союз, который возглавлял сам генерал Врангель, потом и генерал Кутепов. И, как известно, генерал Кутепов был похищен советскими агентами КГБ в Париже. Но, несмотря на то, что генерал Милль, который его заменил, то тоже самое. Но это не помешало все-таки общему войскому союзу существовать. И пополняли ряды полков. И вот мой отец и разные другие молодые люди, не обязательно даже кадеты, были завербованы на военные курсы генерала Головина. Он был офицером, конечно, и профессором в Академии в Москве или Петербурге, уже не помню точно. Но, в общем, все это было очень интересно и привлекало не только молодежь, но и даже уже таких закаленных офицеров. Но, конечно, скорее молодых. И там мой отец подружился с офицерами Ахтырского полка, кусарой. И когда мой отец окончил курсы, тогда он получил производство в Корнета и был принят в Ахтырский кусарский полк. А в это время, да и вообще с 13-го года, шефом полка была Великая Княгиня Ольга Александровна. Сестра Государя. Да, сестра Государя. Так что это все тоже играло роль, потому что все эти Ахтырцы были очень горды своим шефом. Они с ней встречались потом в Париже. Потом даже когда она уехала в Канаду, там вокруг нее было несколько Ахтырцев тоже. В общем, она приезжала несколько раз в Париж. И она была крестной даже нескольких детей Ахтырцев. Но что было, конечно, очень примечательно, это то, что отношения между Ахтырцами, по сравнению с другими полками, тоже были очень дружеские и семейные. И дружили целыми семьями. И вот это проложается, я сказал бы, даже до сих пор. Мы все дружим с потомками наших других Ахтырцев. Удивительно, батюшка, то, что вы рассказываете. Ведь полк всегда считался семьей, полковая семья. Офицер не имел права жениться без разрешения командира полка, можно сказать, благословения офицерского собрания. И как удивительно сохранились в Галлиполе традиции, подтянута, то есть выправка, театры домашние. В нечеловеческих условиях, как его называли, говое поле сумели сохраниться. Потом традиции кадетский корпус Сараева, воспитание в русских традициях, русской армии, русского воинства. А затем казалось уже в Париже, когда все надежды на возвращение в Россию, скорое возвращение в Россию. Но тогда эти надежды еще были, их как-то поддерживали, эти надежды. Поэтому как раз были вот эти курсы, эти полки, все это существовало, все это, эта надежда все была, в основном случае, до войны. И это то, что им помогало как раз вообще жить, вообще как-то вот этой мечтой. Но надо было работать все равно, так что, конечно, большинство офицеров работали на такси. Но мой отец, по-моему, он работал художником. Потому что он с самого начала, когда приехал во Францию, так что у него всегда работа была, и он работал самостоятельно, очень до конца жизни. Так что это было все скорее удачно для него. И когда наступила война, моего отца, как и других молодых людей, завербовали во французскую армию. Так что он воевал, если можно выразиться, в рядах французской армии. Но, как известно, французская армия очень быстро была разбита немцами. Вот мой отец был в 142-м полку артиллерийском. Как-то они сидели в каких-то окопах там в районе Мецца. И вдруг, откуда ни возьмись, появились немцы. И всех забрали в плен. Без единого выстрела. Вообще удивительно, как великая военная держава, Франция, она считалась тогда первой в Европе военной державой. Буквально через меньше 20 лет прошло с окончания той великой военной, Первой мировой. И неожиданно такое, не просто крах, а какой-то духовный надлом французской армии. Да, это была большая трагедия. И всех забрали в плен. И мой отец провел плену в Германии 9 месяцев. И оттуда бежал. Он убудрился, он ничего там не копал, просто мирным образом устроился, чтобы его отпустили под каким-то предлогом. И он просто уехал, сел на поезд и поехал в Париж. И были страшно удивлены родные, то есть мои дедушка и бабушка, что вот он вернулся из плена. И тогда он начал снова сразу работать. И тогда познакомился с моей матерью, которая была, конечно, Волконская, которая окончила модельерскую школу в Париже. И которая искала работу. И вот так как мой отец искал помощниц для своей работы, вот они познакомились и через некоторое время они повенчались. Это было во время войны, во время оккупации, но оккупация была такая, можно сказать, легкая, до некоторой степени. Франция не испытывала. До некоторой степени. Потом она стала более жесткой, но еще в 42-м году было более-менее терпиво. Хуже всего было в 44-м году и даже в 45-м. Нинкс стали более жесткими. Бомбардировки были. Так что англичан и американцев тогда было довольно трудно. Надо было спускаться в подвалы каждый день. Отец Владимир, у нас звонок, а потом продолжим. Пожалуйста. Мы слушаем Вас. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер, Виктор Александрович. Добрый вечер, дорогой батюшка. Меня просто разбирает любопытство чрезвычайное. Вопрос к батюшке. Имеете ли Вы отношение вот к той родословной Ягайло-Ягилоновке, при котором Литва приняла католичество в 14-м веке, короля Ягайло? Совершенно верно. Имею, можно сказать, прямое отношение. Только, как я говорил несколько минут назад, наша ветвь вернулась в православие уже больше 300 лет назад. Ну, сам Ягайло был тоже крещен, кстати, своей матерью. Это тверская княжна Ульяна, мать Ягайло. Он был крещен тоже вначале в православии, но потом его уже в Литве. Да, вот именно. Они стали католиками из-за Ядвиги и польского государства, но когда они перестали избирать Ягайло на престол польский, то тогда, в общем, вернулись к себе на родину. Ну, и наше гнездо семейное уже несколько сот лет, это был Минск. Минск, то есть... Ну, и несмотря на это, мой отец родился в Вильне, или Вильнюс. Ну, Вильна это сейчас Литва, а тогда это была тоже часть Польши. Совершенно верно, совершенно верно. Еще один звонок, мы слушаем вас, говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие. У меня такой вопрос к батюшке. Ваш отец бежал из плена, бежал во Францию. Совершенно верно. У нас тоже бежали из плена и бежали в Советский Союз, но у нас был потом лагерь, и у меня такой вопрос. Вы были в 62-м году у нас, в Советском Союзе. Вот какое отличие страны нашей победительницы от завоеванной Франции? Вот, наверное, вы помните различие. Пожалуйста, скажите. Ну, слушайте, различие такое, что во Франции совсем другой был строй государства, чем в Советском Союзе. Во Франции не было диктатуры одной партии, как было в Советском Союзе. В Советском Союзе была диктатура одной партии коммунистов. Так что КПСС... Но во Франции этого никогда не было. Так что совсем другая атмосфера. У нас была полная свобода, уже не говоря о том, что даже свобода для иностранцев, для русских, делать, что мы хотим. Иметь свои храмы, например, тоже. Смотрите, сколько мы устроили храмов, которые до сих пор сейчас существуют, кроме тех, которые были построены в эпоху Российской империи, до Кадаштанской войны, ну, в общем-то, до революции. Вот наш храм, знамение Божьей Матери, это подвиг русской эмиграции парижской. То, что мы сейчас имеем, это выплачивали поколения моих родителей в течение многих лет. И вот мы продолжаем там молиться, и никто нам не мешал приобрести этот замечательный дом, который мы приобрели. И не только мы, но и разные другие приходы тоже так делали. И никто им не мешал, а наоборот, скорее, приветствовали и поддерживали. То есть, ваши родители, отец Владимир, этот храм созидали, и, в общем-то, он был построен просто в доме, в живом доме. Ну, этот дом, это такой, можно сказать, шикарный особняк этого квартала, запада Парижа, около Булонского леса. Потому что очень хороший, интересный квартал, сейчас очень трудно себе купить квартиру, потому что очень, все это дорого. Но этот дом немножко перестроили для того, чтобы был внизу храм, и все-таки там у нас есть разные помещения, жилые помещения и одно большое помещение для собраний. Ну, я хотел бы добавлю к вашему ответу, дорогая слушательница, вообще как-то некорректно сравнивать страну, которая четыре года воевала, и полстраны до Волги были разрушены, лежали в руинах, а ведь с 43-го года всего 20 лет прошло до 63-го года. И, понимаете, как-то сравнивать Францию, отец Владимир говорил, что оккупация была очень легкой и очень такой щадящей, французы ее долго очень не замечали. И страну, которая пережила Советский Союз, страну с коммунистическим режимом, которая пережила гражданскую войну страшную между усобием, коллективизацию, все ужасы, потом Великую Отечественную войну, ну, конечно, тут просто сравнение не очень корректное. Можно сказать, что во время войны в 44-м году были очень страшные бомбардировки от союзников, потому что они бомбили заводы Рено, которые находились в западной части Парижа, где как раз мы жили. Так что все это было очень неприятно и, конечно, было очень много разрушений вокруг. Они попадали не только в завод Рено, но они попадали тоже, разбили церковь католическую, которая была только-только начата даже на площади Порта-Сан-Плу. Потом школы, я помню, тоже были немножко разбиты, стадион совершенно новый, Кубертен был разбит тоже. В общем, многие такие большие объекты, которые хорошо видны, может быть, через небо, были здорово разбиты. Потом я помню, когда я ходил в школу, что в конце 40-х годов и даже в начале 50-х, когда еще не было все отстроено, с товарищами ходили, играли вокруг этих воронок от бомб. Так что, видите, были следы войны довольно долго, это все было, можно сказать, совсем заметено уже только в конце 50-х годов. Следы войны. Отец Владимир, я хотел бы сегодня от наших слушателей и от радио Радонеж поздравить одного из старейших клириков Московской епархии, метрофорного протеерея Василия Изюмского, с днем рождения, ему 90 лет исполнилось. Сегодня батюшка всю свою жизнь отдал служение Богу, и многие приходы помнят его как доброго очень пастыря, а в 47-м году он окончил богословский институт и был рукоположен в дьяконе, высокопресвященном Николаем, митрополитом Крутицким, Коломенским. Наверное, помните историю церкви, это Николай Ярушевич, который был, как все считают, умершелен злодейски, потом отравлен в больнице во время хрущевских гонений на церковь. Да, и в 49-м году был рукоположен у священников, это тоже история какая, это уже вся история страны, архиепископом Филиппом. В 38 лет только в храме Рождества Богородицы в беседах Ленинского района, вот интересно, Ленинский район, да. Так, и по сей день почетный настоятель этого храма. Вырастил трех детей, один священник, всех чад ваших и батюшку мы поздравляем с днем рождения, 90-летием. Желаем многое и благая лето дорогому отцу Василию Изюмского. От всех прихожан и от слушателей Радио Радонеж. А мне хотелось бы, прежде чем, ну мы ответим на звонок, а потом мне хотелось бы, чтобы эта тема, мне кажется, очень важна для всех нас. Вы же духовно окормляете витязи. Да, совершенно верно. Мне хотелось бы, чтобы мы об этом поговорили, батюшка, вы рассказали. И ваши впечатления, то, как сейчас витязи живут, это очень важно для современной России. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, батюшка, спасибо за ваш интереснейший рассказ. У меня, так сказать, вопросы по текущим происходящим событиям, как бы, поскольку, как сказано, вы один из зачинателей, получились идейных, вот, радио Радонеж. Сегодня очень печальная эта новость для всех нас, что радио Радонеж прекращает вещание на средних волнах, что было очень удобно, вот, и для меня, и для всех. И он переходит на такую очень тяжелую частоту расширенного у кого-то диапазона, вот, и как бы, там все очень плохо слышно, я вот сейчас проверял, там, в общем, ну, не знаю, могу только посоветовать, может быть, вы там куда-нибудь в стандартный у кого-то диапазон перейдете. Но вопрос мой связан с тем, что вот новости, как бы, со всех сторон, которые нас окружают, они очень-очень мрачные и печальные, то есть, как бы, вот, что практически все, можно сказать, разваливается, уничтожается. В России, как бы, вот, вещали на одной частоте, на замечательной и народные радиофонды Александра Невского и Радонеж. Теперь, как бы, вот, уже, как бы, и в нашем храме подмосковном, я в Долгопрудном, ближайший пригород живу, собирали всегда на радио Радонеж. И, как бы, вот, события развиваются так, что вот и духовно, вот, все, все связанное с духовной, с русской культурой, оно идет к какому-то полному развалу, к краху. То есть, вот, и вот это вот ощущение, оно, так сказать, усиливается, углубляется. Дорогой слушатель, ваш вопрос, пожалуйста, немножко покороче, потому что... Что надвигающиеся черноты, вот, каким образом, как бы, вот, вот, крах, это, как бы, конца, что... Все ясно. Батюшка, у нашего дорогого слушателя... Нет, мне трудно ответить, я не вижу, чтобы все бы рушилось, все меняется, совсем другое дело. Вот в голосе православия, мы вещали с 81-го года, тоже на коротких волнах, но мы уже несколько лет назад прекратили это дело, потому что нам слишком дорого стоило, у нас больше не было тех средств, которые у нас были прежде, потому что прежде нам помогали разные организации, теперь они перестали нам помогать, но зато мы помогли созданию новой радиостанции в Санкт-Петербурге. Видите, как все это передается, меняется, так что мы не ощущаем никакого отчаяния, наоборот, иным способом все это будет продолжаться. Так что я хочу вас подбодрить и беспокойтесь, все равно это все будет идти вперед. Ну, а я хотел бы перейти к теме движения молодежного витязи, и нашему слушателю, который так мрачно видит будущее, конечно, очень много всего страшного и ужасного, идет борьба с православием, идет борьба с русской культурой, с русской традицией, но вот образ, о котором говорю, образ русских людей, оказавшихся в России без денег, на чужбине, строивших храмы, воспитывавших своих детей в русской традиции, вот это то, о чем мы 25 лет говорим, когда Россия исчезла, иго откровенная богоборческая советская, но появилась не менее богоборческая в своей основе иго золотого тельца, либеральная, то есть иго февралистов. Они фактически продолжали дело большевиков. И для нас пример русских людей, которые оказались на чужбине, но сумели своих детей воспитать на идеалах Святой Руси, для нас это очень важно, потому что движение, девиз витязи за Русь, за веру, ведь это то, что нам сегодня необходимо. — Совершенно верно. Вот основатель витязи Николай Федоров родился в Гатчине в 1895 году, он был студентом в Технологическом институте в Санкт-Петербурге, потом наступила война, потом наступила гражданская война, и он был белым воином в армии Юденича. И он интересовался вообще молодежью, и с помощью он слыхал о том, что были уже разные организации молодежи, которые пробовали свои силы, как маяк, например, потешный. И потом в 1910 году появились разведчики. Олег Пантюхов, это он был гвардейским офицером, и он первый основал отряд разведчиков-скаутов в Павловске. Но Николай Федоров находил, что это все скорее по-западному, вот эти самые разведчики, лесная жизнь, все это не совсем то, что нам нужно. И он после того, как он оказался уже в эмиграции в Эстонию, и он был избран председателем Христианского союза молодежи, и одновременно он начал задумываться над основанием витязей. Тогда он придумал значок, этот красный ромб с белым крестом на нем, на синем фоне, и он придумал уже девиз «Рус за веру», и уже выбрал небесное покровительство Александра Невского. Вот для девочек работа потом только организовалась. И уже первые отряды были основаны в 1922 году, и, конечно, тогда надо было все сделать для того, чтобы сохранить вообще русскость, единство русской колонии среди, в общем, русских беженцев. Поэтому некоторые думают даже сейчас, что то, что мы делаем, это для беженцев или для эмигрантов. Но совсем нет, это все было задумано, конечно, для России. И поэтому, когда все это стало развиваться во Франции, главным образом, с 1944 года, то тогда была мечта Николая Федоровича Федорова донести наши знамена в Россию, что и произошло, в общем, вот с 1991 года. Николай Николаевич Немчинов, тюзка Николая Николаевич Федоровича. Да, но это ничего общего не имеет. Осторожно, это ровно ничего общего не имеет. Он заимствовал название, может быть, с кое-что еще, еще какие-нибудь подробности, но его идейность не имеет ровно ничего общего с нашей национальной организацией Витязи. То есть, у него нет этого девиза за Россию? Я не знаю, какой у него девиз, но мы не относимся, ну, просто никак к этой организации. Вы с ними не общаетесь, да? Эта организация, она не церковная, абсолютно. Мы встречали некоторых людей там, но у нас ровно ничего общего. У вас, батюшка, все начиналось с молитвы. Наша организация, все-таки, православная. Вот, а у Немчинова абсолютно не православная. Очень жаль. Это не мешает, может быть, некоторым членам быть православными, может быть, но они не ставят на первый план свою веру православную. Абсолютно нет. И те, которых мы встречали, были просто неверующие. Так что, видите, это... Но может быть, все изменится. А, может быть, когда-нибудь... Так что мы продолжаем нашу работу в России, и мы не пересекаемся абсолютно с реализацией Немчинова. Абсолютно нет. То есть, у вашего движения все эти годы было обязательное духовное окорбление, духовные расставления. Совершенно верно, да. Обязательно была молитва, потому что... Так это не было, это... И остается, да? Да. Да, остается молитва. И когда отмечения служить России давали, тоже это... Ну да. ...богу и Россию. В нашей организации дружины и отряды, как бы относится к какому-то округу, значит, Парижский округ, там, Лондонский округ, Флорентийский округ, когда все-таки есть духовные наставники, значит, при отрядах и дружинах, и кроме того, в лагере, конечно, обязательно духовный руководитель, вот в нашем суворовском лагере под Греноблем, во Франции, ну и во всех других лагерях, которые существуют. Вот в России уже десяток лагерей, которые относятся к нашей организации, национальной организации ВИТИ, то есть НОВ, ничего общего с Немчиновым не имеющим. Я знаю, что и в США, и в Канаде в национальной организации ВИТИ-ЗИ тоже всегда все начиналось. Нет, там ВИТИ-ЗИ нет. Ни в Америке, ни в Канаде. Потому что дело в том, что разведчики развились там до ВИТИ-ЗИ. И уже ВИТИ-ЗИ больше нельзя было туда вторгаться и отнимать молодых людей от этих организаций. Но там тоже окормляли русскую молодёжь, окормляли священники. Не думаю, что да. Святители Иоанна Максимовича. Не думаю, что да. Рассказывали об этом. То есть НОВ был у ВИТИ-ЗИ скорее всего. Ну да, да. Мы его знали лично. Он приезжал. Он бывал в нашем лагере несколько раз. Во Франции служил. Во Франции, да. У нас ещё один звонок. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер, отец Владимир. Добрый вечер, Виктор. Добрый вечер. Добрый вечер. Слушатели. Николай, Москва. Хотелось бы немножко уменьшить мрачность, которую предыдущий слушатель по радиовещанию немножко нагнетал в эфире. Дело в том, что я радиоинженер по профессии. Я занимаюсь распространением радиового. И могу прояснить ситуацию. Давно нужно было уйти из 612 кГц на средних волнах. Потому что в Москве уровень помех на средних волнах, уровень индустриальных электропомех, зашкаливает. Поскольку слушатель живёт в Долгопрудном, это недалеко от Куркина. У него слышно, конечно, хорошо. А все другие мучаются. Ничего вечером не слышно. Только УКВ спасает. Так что правильно перешли. УКВ, ФМ, это будет даже лучше. И ещё могу порекомендовать слушателям. Вот кто включил, и у него сразу не пошло, что плохо слышно. Это ни о чём не говорит. Просто нужно поискать место в квартире. Всегда есть. Особенности распространения радиового таковы, что можно найти место, где слышно прекрасно. Поэтому нужно немножко поработать. А не сразу... Не впадать вон и не. Спасибо. Впадать в панику. Спасибо. Драгубый, слушайте. Правильно. А ведь девиз, вы видите здесь, за Россию святую, исконную, национальную и великую, за устроение жизни России на любви к ближнему и правде Христовой. Это то, что необходимо нам всем сегодня. И то, о чём, к сожалению, наша молодёжь не могла слышать последние 25 лет, но только, наверное, в храме на проповеди священника или по радио Радонежа, других организаций. Вот потихоньку, потихоньку создаются наши отряды, дружины на территории России. Вот мы начали из Петербурга, а теперь вот в Москве уже это стало немножко развиваться. Но добрались уже всё-таки уже некоторое время тому назад до Иркутска. Иркутский у нас округ есть. Так что постепенно развиваемся. Но, знаете, мы никого не заставляем из этого... По мере воцерковления. По мере воцерковления, главное, чтобы были идейные люди, которые могли бы этим руководить. Вот это самое трудное. Наверное, отец Владимир, можно сказать, что многие вожди Белого движения, потом в эмиграции, великий русский герой Александр Павлович Кутепов и многие другие, они осознали, что без помощи Божьей невозможно победить. Поэтому сегодня для нас тоже важно, для всех, и для молодёжи, и для нас, взрослых людей, надо понимать, что то зло, с которым мы столкнулись, и это зло необходимо победить для возрождения России, можно одолеть только с помощью Божьей, только будучи. Не надеясь на свои силы, а надеясь на помощь Божью. Вот когда мы говорим о Белом движении, я думаю, если бы многие русские люди так остро чувствовали опасность до 1917 года, не позволили разрушить Россию, и потом не пришлось бы реки крови проливать и такие подвиги великие совершать. Ведь страна стояла на пороге победы тогда, в 1917 году. — Отец Владимир, мне хотелось бы ещё спросить вас о том, как французы приходят ли, если православные, переходят ли из католичества в православие некоторые французы? Потому что у нас в России служит один батюшка, бывший католик, по-моему, монахо даже католический, который приходит в православие. Во Франции, вообще в Западной Европе первые общины православные были скорее русские и греческие, но теперь довольно много есть и румынских, и арабских разных, но у нас появились тоже и так называемые франкофонные приходы и общины, где говорят по-французски, служат и поют по-французски. Но в основном, я сказал бы, что это не то, что пришедшие из католичества, это главным образом, а французившиеся русские, вот это они база. То есть по происхождению они русские, потом... По происхождению, да, русские. И к ним примыкают тоже и перешедшие из католичества, но кто приходит из католичества, это обычно муж или жена православная, православная, который видит какой-то интерес вот в этом, который, ну, приходит действительно, потому что весь быт их устраивается вокруг православной церкви. Гораздо труднее бывает, когда какая-нибудь девушка выходит замуж за француза, католика такого заядлого, очень серьезного, который держится за свое католичество, тогда все это гораздо хуже, или наоборот тоже. Вот, так что разные случаи бывают, но есть, которые тоже приходят в православие из некрещения, если можно так выразиться, которые никем не были, и которые встречают веру православную вот именно в православной церкви. Так что это очень важное тоже явление. Отец Владимир, а как Ваше впечатление о Франции современной? Есть возможность на возрождение Франции крестьянской? Или цивилизация Шарли уже все погладила? Нет, конечно нет. Дело в том, что все-таки французы традиционно в большинстве своем католики, христиане. И сейчас я считаю, что существует такое возрождение, просто совершенно невероятное, потому что вот, например, в прошлом году было больше народа в церквах, католических костелах, чем было вообще в 20 веке, и даже в начале. Потому что это благодаря тому, что теракты испугали людей, значит, они теперь обращаются к Господу Богу. Угроза потерять свое лицо. Вот. Так что все-таки все эти храмы действуют. Знаете, все это очень интересно. Живые общины, которые очень много делают, занимаются миросердием в очень широком масштабе. Есть большие организации тоже, у меня сердце, французские, католические, которые очень много делают. Так что все-таки эта жизнь еще очень жива. Хорошие эти ксензы, хорошие тоже епископы, мы некоторые знаем, и всегда встречались с их стороны скорее доброжелательную и поддержку для всех отношений. Священник, который был убит террористом, старенький священник убит в алтаре католического храма, конечно, для нас несомненно, что это мученик. Тем более, зная его жизнь, он был когда-то солдатом, по-моему, в Индокитае воевал, либо в Алжире, а потом принес покаяние, стал священником. И, конечно, служитель Церкви Христовой, который убит в алтаре за то, что он служил Христу, об этом сказал этот террорист явно. Мы, конечно, тоже его считаем мучеником, как и христиан, погибших на Ближнем Востоке. Я хотел бы сегодня попросить помолиться сугубо дорогие братья и сестры. В 6 утра был убит в результате подлого теракта воин Михаил, Михаил Толстых, у него был позывной Гиви. Это молодой человек, 36 лет ему было, один из героев русской весны, он воевал на Донбассе, в Новороссии, защищая от неонацистов, от фашистов, русских людей. Погиб он был очень смелым человеком, очень живым, не просил, чтобы с ним не ездил в охрану, он говорил, я не хочу, чтобы из-за меня кто-то погибал. То есть он был очень храбрым человеком, и, конечно, для Новороссии это огромные потери. И просим всех помолиться. Я не знаю, насколько он был воцерковленный, как и его боевой друг Арсений Павлов Моторова, но могу сказать, что убиты они были не в бою, в бою они оказались непобежденными, а погибли они в результате подлых терактов. Это и есть настоящий терроризм. Ну, помолимся и будем знать, что помнить о нем будут не только в Новороссии, а герои войны Михаиле Тасты, в царстве ему небесной вечной памяти. А у нас еще один звонок, батюшка. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Спасибо большое за передачу. Я бы хотела спросить, вот Виктора Александровича Войтераевна, сказали, что без помощи Божьей возрождения России нет. Но святые говорят, что не селься остановить зло. Но, видимо, Господь будет помогать, как вот отец Роман и романах Роман Матюшин сказал, что если мы не защитим Бога, Господь не защитит нас. Помощь придет тогда, когда мы будем отстаивать и защищать Бога и Его святых. Вот, батюшка, скажите, вот в эмиграции у нас в России как бы существует точка зрения такая, что вот по поводу вот этого фильма Матильда, что нужно не пиарить, но не говорить об этом православном. То есть, получается, говоря, что это зло, мы якобы пиарим вот это зло. Как вот, например, были такие случаи, когда, например, было такое вот публичное оскорбление Бога и святых, как православные за границей. Говорили ли они, защищали Бога, или так же молчали? Спасибо. Православные защищают Бога, но, главным образом, своим поведением и своим свидетельством о своей вере. Понимаете? Вот это самое важное. Вот надо, чтобы видели вокруг нас, что наша вера истовая, настоящая. Одними просто словами это недостаточно. Поэтому некоторые замечают и любят наши общины, видят в них мир, любовь, и тогда это их привлекает, и видят, что мы действительно верные христиане. Если говорить о Франции, Франция всё-таки страна католическая. Я думаю, наша слушательница спрашивала, выступают ли во Франции христиане в защиту христианских ценностей, когда кулят имя Божие. Вот это, конечно, выступают, конечно, выступают. Во всех отношениях, постоянно. А я, дорогая слушательница, могу вам ответить, что православная общественность, мы будем добиваться 20 тысяч подписей. Собраны это фильм, может быть, отец Владимир не знает, кощунство, кощунственная ложь о царской семье, о святых царственных мучениках. Он должен был выйти вот сейчас, в эти дни февральские, но его перенесли на столетие Октябрьской революции. И мы, конечно, считаем, что это оскорбление не только наших святых, прославленных русской православной церковью, но в год, когда мы вспоминаем страшную катастрофу, катастрофу, которая привела к невероятно жестокой братоубийственной войне, к миллионам жертв, вот так издеваться на чувствование верующими, на царской семье, которая первая зашла на свою Голгофу, в главе собора новомучеников исповедников российских, недопустимо. Мы сделаем все, дорогая слушательница, чтобы этот фильм не получил лицензию на широкий прокат. Сейчас такие технологии, что в интернете он все равно будет, его мы не сможем остановить, потому что нет даже возможности, даже у государства сегодня, в нынешнем обществе, такие останавливают кочунство. Но мы должны добиться, чтобы этот фильм не был в широком прокате, его не показывали по телевизору, чтобы люди невоцерковленные не видели, не соблазнялись этой ложью и не впадали в этот грех кочунства. Да, я не слышал об этом фильме совсем. Это фильм, я думаю, что он сделан теми же, кто клеветал на царскую семью после 1917 года, все эти подделки, которые у нас в Советском Союзе распространяли о царской семье. А это на Западе были такие же какие-то кочунственные фильмы голливудские, не просто развесистая клюква, это можно было простить, а это клевета на икону семьи, потому что для нас святая царская Седмерица это икона православной семьи, мы так их и почитаем. И когда в нашем государстве рекламируют так называемый исторический блокбастер, построенный полностью на лжевым вымысле, то мы считаем, что это недопустимо. Но будем надеяться, что еще раз, прежде всего, отец Владимирович сказал, молитва это наше главное оружие. И подписи собираем, и обращаемся к власти. Депутат Наталья Поклонская второй запрос в Генпрокуратуру отправляет. Будем делать все, чтобы это кочунство остановить. Ну, а мне хотелось бы, батюшка, попросить вас поделиться вашими впечатлениями, о духовной жизни русских людей в Париже. Сегодня, вот, как все-таки обстановка Парижа, вольного города, города, где для нас Париж, для всех это город художников, поэтов Монмарт, как в Париже удается держать такую строгую аскетическую жизнь, как мы знаем по беседам отца Александра Ельчининова с русской молодежью, многие именно стремились к этой жизни, к такой строгой православной аскетике. Сегодня это заметно среди молодежи, среди русских людей? Я хотел бы сказать насчет строгости этой аскетики, о которой вы говорите, но, в своем случае, во всех наших приходах, действительно, духовная жизнь есть, молитвенная жизнь есть, встречаются, бывают всевозможные встречи, съезды, на которых всегда молятся, потом, значит, все-таки, во всех наших общинах любят поститься, благоразумно, в самом случае, и любят включать наш христианский уклад жизни, так что это все существует и живо. Сохраняется даже в Париже, да, удается сохранять такой русский православный. Да-да, почему бы нет никаких проблем? Ну, мы знаем, что некоторые православные люди нам говорят, в современной Москве им кажется, что тяжело в современном обществе такой уклад жизни сохранять, но мы видим, на примере вашей семьи, многих других русских православных, жизней русских православных семей на Западе, люди же сохраняли и веру отцов, и все традиции, и посты держали. Но это проблема вообще обмерщения общества, это все, с покон веков существует, потому что это не только сейчас, это и в древние времена было, и хотелось бороться против обмерщения, так что обмерщение, оно неумолимо идет вперед, но можно тоже идти и против этого обмерщения. Вот мы стараемся поставить христиан перед своей ответственностью в этом отношении. Мы христиане, наша жизнь, с одной стороны, обыкновенная, с другой стороны, необыкновенная, мы отличаемся от обыкновенной жизни тех христиан. У нас звонок последний, только просьба как можно короче задавать свой вопрос. Хорошо, благословите. Батюшка, два вопроса коротких. Вы сказали, Виктор Солоновский сказал, что в одной, в другой ветви церкви, то есть Константинопольскому патриархату. Скажите, какой ветви? Это греческая церковь или какая? Второй вопрос. Сколько у вас длится православная литургия во Франции? И третий вопрос, последний, короткий, Виктору Солукину. Вы когда-то, дорогой Виктор, обещали провести передачу об убиении Кирилла Бережного, которого убили ритуально в 2005 году, если не ошибаюсь, или в 2006 году в городе Киеве. Мы ждем вот эту передачу. Хорошо, я, по-моему, о Кирилле рассказывал в то время. Что касается церкви, то как раз мы относимся к Константинополю. В Константинополе пребывает патриарх Вселенский, это называется Вселенский Патриархат. И Вселенский Патриархат был основан еще в древние времена, и он объединял людей, которые не были в Византийской империи. То есть это было для варваров или для греков, людей, которые не жили в Византийской империи. То есть для меньшинств. Вот так это все распространялось. И поэтому до наших дней все греки, пребывающие вне Греции, а Греция очень маленькая страна, очень бедная, поэтому в эмиграции находится больше греков, чем в самой Греции. Это же у них огромная, можно сказать, диаспора, которая распределилась по всему свету, плоднозом в Америке. И в 1931 году, когда митрополит Сергий запретил служение нашего митрополита Евлогия, наш митрополит апеллировал к Патриарху Фотю в то время, чтобы он нас принял в свое лоно. И вот так и пребываем до сих пор. — Батюшка, ну, передача наша, к сожалению, подошла к концу, а мне хотелось бы, может быть, в следующий раз вы уделите нам время расспросить вас о том, как молодежь общается в национальной организации «Витязи». Потому что я знаю, что и ваши дети все прошли воспитание в этой организации. И мне кажется, у вас три дочери, отец Владимир, и, по-моему, их супруги тоже были воспитанниками в «Витязи». — Тоже, да. — Вот это очень интересно, потому что иногда спрашивают, а как же, где для православных девушек найти православных мужей? А вот, оказывается, такое духовное родство и единение, и единство мыслей помогает. — Совершенно верно. Значит, все мои дети, я, можно сказать, мои воспитанники, я их знал всех с детства. И мои дочери с ними познакомились в лагерях «Витязи». — Это удивительный пример. — И они не единственные, есть много других наших друзей, друзей моих и друзей моих детей, которые тоже себе нашли свою половину в лагере «Витязи». — И все-таки вот этот девиз «Витязи» — «За Русь, за веру», он сегодня важен для всех нас, для всей нашей молодежи. Отец Владимир, мы благодарим вас, желаем помощи Божьей в ваших трудах, поклон вашим прихожанам от Радио Радонеж. — Спасибо вам большое. Мне было очень приятно с вами побеседовать и отвечать на вопросы, которые задавали ваши слушатели. — Спасибо, благодарим, батюшка. — Спасибо. — Спасибо. — Спасибо. — Спасибо.